Отца и Сына, Святого и Духа, Али. Святитель Иоанн Златоуст, в третьей своей беседе на послание к евреям, говорит в частности, что любовь есть превосходнейший дар Божий. Можно иметь дар гораздо больше, дара воскрешать мертвых, давать зрение слепым и совершать то, что было при апостолах. Какой же это дар? Любовь. Поверьте мне, это не мои слова, но слова Христа, вещавшего через Павла. Что же говорит он? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Первая коринфма, 12 глава, 31 стих. Что значит еще превосходнейший? Слово его означает следующее. Коринфяне превозносились тогда дарованиями и имея дар языков, которые самые меньшие из даров, гордились предпрочими. Посему он и говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я, медь звенящая или кимвал звучащий, если имею веру, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первая коринфяна, 13 глава, с 1 по 2 стихе. Видишь ли, какой это дар? Старайтесь же приобрести его. Он больше, нежели воскрешать мертвых. Он гораздо выше всех прочих даров. А что это действительно так? Послушай, что говорит Христос в беседе с учениками. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна, 13 глава, 35 стих. Также в молитве к Отцу он говорит, да будут все едино, да уверует мир, что ты послал меня. Иоанна, 17 глава, 21 стих. И ученикам говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Иоанна, 13 глава, 34 стих. Таким образом, человек любящий, превосходнее и славнее тех, которые воскрешают мертвых. И справедливо, потому что последнее происходит всецело от благодати Божией. А первое, в месте твоего усердия. Первое свойственно христианину и доказывает, что он ученик Христов, распявшийся для мира и не имеющий ничего общего с землей. Без этого самое мученищество не может принести никакой пользы. Дабы тебе убедиться в этом, обрати внимание на следующее. Блаженный Павел в двух отношениях достиг высоты добродетели. Или лучше сказать, в трех. Это в знамениях, в мудрости и в жизни. Но без любви, говорит он, все это ничто. А каким образом это может быть ничтожным, я объясню тебе. Если раздам, говорит он, все имение мое, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое, Коринфянам 13, 2, 3. Потому что и раздающий имение, и растащающий деньги, может не иметь любви. Будем же стараться приобрести этот дар. Станем любить друг друга, и мы не будем иметь нужды ни в чем другом для преуспеяния в добродетелях. Но все будет нам удобо, исполнимо, без усилий. Все будет у нас совершаться с великим успехом. Но мы и теперь, скажете, любим друг друга. Один имеет двух друзей, другой и трех, а иной даже четверых. Это не значит любить для Бога, но для того, чтобы самому быть любимым. Кто любит для Бога, тот имеет не такое побуждение к любви, но бывает расположен ко всем, как к своим братьям. Верных он любит, как своих родных братьев, а еретиков, язычников, иудеев жалеет, как своих братьев по природе, только как недобрых и бесполезных. Сокрушается и плачет о них. Мы можем уподобиться Богу тем, если будем любить всех, даже и врагов, а не тем, если будем совершать знамение. Ибо и Богу мы удивляемся, хотя и тогда, когда Он творит чудеса, но гораздо более тогда, когда Он оказывает человеколюбие и милосердие. Если же в Боге это особенно достойно удивления, то тем более и в людях, и следовательно, очевидно, что это доставляет нам особенное уважение. Будем же заботиться об этом, и тогда мы будем иметь нисколько не меньше апостола Павла и Петра и других воскрешавших множество мертвых, хотя бы мы и не могли исцелять горячки, а без любви, хотя бы совершали знамения больше самих апостолов, хотя бы подвергались бесчисленным опасностям за веру, нам не будет никакой пользы. Господу слава веки веков. Аминь. Аминь.